В современном городе горячая вода, туалет, душ, центральное отопление сегодня стали обыденностью. Крупные мегаполисы буквально опутаны сетью шоссе и дорожных знаков. Знаете ли вы, что все это наследие Древнего Рима и Греции? Нет? Тогда еще одна история. Известно, что древние греки внесли весомый вклад в современную систему управления, в астрономию, физику, математику. Там же зародился и Европейский театр. Вспомните прекрасные амфитеатры и ироничные пьесы Аристофана. Не забудем про Олимпийские игры, первое проведение которых относит к 776 году до нашей эры. Однако это еще не все. Согласно историческим источникам, первое центральное отопление было создано в храме Артемиды в греческом городе Эфесия, примерно в IV веке до нашей эры. Благодаря чему внутреннее пространство храмового здания согревалось от теплого воздуха, циркулирующего через воздухопроводы, размещенное на уровне пола. А еще в Древней Греции появились гидравлические системы подачи воды. Первые такие системы с подземными трубами встречаются еще в период Минойской цивилизации десятки веков назад. Именно на их основе впоследствии в Древнем Риме появятся водопровод, канализация, фонтаны и акведуки. Согласно греческому историку Геродоту, в V веке до н.э. во время греко-персидских войн была изобретена первая лебедка. Лебедки пользовались для подъема любых грузов. На основе лебедки впоследствии, примерно в 500 году до н.э. появился подъемный кран. Первые подъемные краны в Древней Греции использовались не только для поднятия предметов, но и для поднятия людей. Ничего не напоминает? А ведь это прообраз лифта. Впервые о лифте писал римский архитектор Витрувий, ссылавшийся на греческого ученого Архимеда, который построил такой аппарат, вероятно, еще в III веке до н.э. Что еще изобрели в Древнем Риме? Римская империя прежде всего известна своими мощенными дорогами, которые использовались для быстрого передвижения войск, торговых караванов и курьеров. Во время расцвета империи общая протяженность римских дорог составляла, по разным оценкам историков, от 80 до 300 тысяч километров. Для удобства путешественников на пути устанавливались дорожные указатели, строились мосты через водные преграды и прочее-прочее. Именно римляне привнесли все это в историю и повседневную жизнь Европы. Таким образом, технические изобретения античного мира внесли существенный вклад не только в развитие науки и техники, но и в бытовую жизнь буквально каждого человека.